Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Самых честных и самых щедрых. Ну что же, ребята, будет интересно. Топ-комменты и поехали. Ну а первый бажик, это бажик не особо новенький, он уже очень долго в игре. Это Баг Спайпер. Спайпер в тренировочной пещере. Думаю, вы слышали об этом баге, но кто не слышал, те внимательно смотрите. Те, кто слышал, можете перематывать немножко дальше. Ведь я знаю, что возможно вам это будет неинтересен, этот баг. Ну а кто не знает, давайте покажу вам. Пайпер должна пойти в уголочек, ее должны наказать за то, что она такая имбовая. Ну шучу, она не особо имбовая, именно к примеру, как Спраут. И что же, мы фармим ульту и мы залетаем в уголочек. Мы берем, вон, видимо, такие вот уголочек. И где вот он заканчивается, вон там. Мы берем туда и прыгаем. Прыгаем, прыгнули. Отлично. У нас есть еще ульт. Мы типа можем ультануть назад, ну как положено. И можем ультануть вперед. Спросите, как ультануть вперед, если перед тобой стенка? Отвечу я вам. Стенка прозрачная. И можно просто вот так вот юзать ульту и ульта где-то там в стенах, в текстурах. Ну и что же, если отпустить ульт? Как вы думаете? Напишите свои догадки. Кто напишет правильно, тех по лайкаю. И те комментарии попадут в следующий ролик, в топ комменты. Ну что же, отпускаем. И она просто выпускает свои бомбочки, а сама просто остается на месте. Не прыгает, ничто не делает. Просто стоит себе такая и бомбочки выпустила. Отлично. Вот что, но такого от папер я не ожидал. Я не ожидал. Смотрите, она стоит вперед. Вперед головой. Ну смотрите, я ультую назад. И она разворачивается назад и скидывает бомбочки. И мы можем выйти. Мы не застряли. Мы можем выйти вот так вот, ходить, крутиться вон. Но если мы уже вот так будем стоять, то этот баг не будет работать. Нужно просто ультануть туда. Видите, если мы будем вот так вот стоять, она будет прыгать. Нужно именно ультой залететь туда. Думаю, вы поняли этот баг. Но мы переходим к второму багу. Поехали, ребята. Ну а в следующем баге, ребята, мы проверим Гейла. Гейла абсолютно новый персонаж. Хроматический бравлер. Можно сказать, что в нем нету никаких багов. Визуальных багов нету. Я не вижу. Но, ребята, это старый баг. Не старый баг. А можно сказать, как бы половина старого, половина нового. Как бы Гейл новый бравлер. Но стенки, ребята, это, мне кажется, самая слабая часть Суперселл. Они не могут никак сделать нормальные стенки. Я не понимаю, почему. Помните баг с Мортисом? Ну, его, слава богу, пофиксили. Ну и стенки остаются прозрачными. Спросите вы, как это проверить. А я вам скажу. Нам нужно робота вот так вот ультой приставить к стеночке. Вот так вот. Как я сделал. И у нас у робота 660 хп. Давайте нанесем ему урон. Как, спросите вы. А вот так вот. Сейчас настрою траекторию. Это не с первого раза делается. Сейчас нужно подойти к нему как-то. Вот, ребята, видели? Урон нанесся. Урон наносится сквозь стенки. Давайте еще разок. И мы сейчас убьем робота. Мы убили робота сквозь стенку. Называется, ребята, прозрачной стенки. Баг прозрачной стенки. Это я уже такое название дал. А давайте попробуем еще раз убедиться в том, что этот баг работает. Вдруг кто-то не поверил. Типа, может, как-то ты на монтаже это сделал. Но, окей. Не, давайте, давайте. Вот робот. Пам, 360 хп. Пам. Не, не, не получилось. Пам, 360 хп. Нужно вот так вот брать. Пам. Подожди. Подожди, подожди. Вот так вот. Не, это сильно далеко. Вот так. Короче, этот баг работает, ребята. Вот, 360 хп. Нужно правильную траекторию сделать, чтобы сквозь щелочки пролетали снежки. Я думаю, вам баг понятен. Кто, ребята, сейчас может проверять эти баги, чтобы убедиться в том, что они работают. Короче, сейчас я еще попробую разок нанести ему дамага. Вот, 360 хп. Вот, надо вот так вот. Нет, подожди. Как правильно траекторию выставить? Или вот так вот? Нет. Подожди. Вот, 360. Вот так вот наносить урон можно. Вот. Так, подожди. Вот так вот надо брать. Понятно. Вот. Видите, ребята, как нужно делать? Просто я хочу вам показать, чтобы вы не бомбили. Типа. Вот, смотрите. Вот так, чтобы вот эта беленькая штучка была на роботе. Опа. И 300 хп отняло. 360 хп отняло. Все. Я научился делать этот баг. Это никакой не вип-сервер. Вот вип-сервер, говорю. Это никакой не сервер, не сервак. Короче, вот, ребята, как вы видите, обычная игра. Кстати, Бравл Пасс я уже прохожу. Купила, кстати, Бравл Пасс. Кто видел в прошлом видео, купил. Купил и не пожалел. На самом деле, ребята, очень круто выполнять квесты. Сегодня уже я все квесты выполнил. Только осталось там через 2 дня будет бой с боссом. Хочу уже получить нового Бравлера Гейла. Обязательно смотрите видеоролик, который будет скором, когда я получу Гейла. Но это не конец, ребята, нашего видосика. Я хочу проверить на мощность сервера Суперселл. Вы спросите, а как ты это сделаешь? В смысле, что, как, это же нереально. Ты же, типа, не можешь это сделать. А я отвечу вам, могу. Все могу. Короче, ребята, давайте еще проверим одну фичу. Вот вы же не отодвигаете Бравл Пасс влево. А я вам скажу, а если отодвинуть, там будет небольшая пасхалочка. А именно то, что Бравл Пасс это вонючая донатерская ерунда. Ну, короче, ну это я так просто сказал. Это я не заявляю. Просто говорю, что здесь висят носочки Спайка. Ну, носочки может и чистенькие, может и грязные, вонючие. Это не знать нам. Ну, короче, ребята, вот такая вот фича, смотрите, выглядывает оттуда во Спайк. С этим Спайком уже надоели Суперселл. Везде этого Спайка клеят. Смотрите, к примеру, на Сэнди. На Сэнди. Где Сэнди? Сэнди, Сэнди, Сэнди. Ну, где же ты? Ну, что ты спряталась-то? Ну, где ты? Где ты? Вот она, Сэнди. У нее тапочки со Спайком. Ну, это все знают. Ну, просто, почему везде тулит этого Спайка? Мне вот очень интересно. Вот, не знаю. Надеюсь, вам понравилось это видео. Но впереди еще самое главное. Давайте переходить к последнему супер-тесту. Поехали. Ну, что же, ребята, пришло время сделать самое главное. Взломать игру Brawl Stars, чтобы вылетела игра нафиг. Давайте это сделаем. Дружеский бой, гаджет на Динамайка. Нам нужен гаджет на Динамайка, а он есть у всех, потому что это дружеский бой. Мы играем с ботами. Ну, что же, мы должны просто, как бы, просто пойти, почилить в уголочек, в верхний уголочек и активировать гаджет. И посмотрите, что будет. И у нас вылетает наша любимая игра Brawl Stars. Круто. Круто, да. Она просто вылетает. Просто-напросто вылетает. Это никакая не нарезка. Это я вот снимаю. Заходи в Brawl Stars. Все, зашла. Зашла наша игрулечка. И мы заходим в обычное лобби. Ни в какой ни бой. Ни во что. Просто в лобби. И если это работает в реальном бою, то у всех ваших противников, у всех ваших тиммейтов вылетит нафиг игра. Благодаря вам и вашему гаджету на Динамайка. Я не знаю, какие должны быть сервера, чтобы выдержать эту фигню. Но я не понимаю, как? Как такое возможно? Ну, Суперселл, ну как? Блин, такая компания. Но, блин, тупо вылетает нафиг все. Это жесть. Это жесть. Давайте снова активируем гаджет в верхний угол. И у нас вылетает нафиг игра Brawl Stars. В предложении Brawl Stars снова произошел сбой. Отлично. Отлично. Просто сбой, ну и что? Какая-то фигня, да? Короче, вот такие вот были ребята сегодня баги. Проверили на мощность игру Brawl Stars. Ну, как бы она провалилась просто как... Короче, я не знаю, какие это сервера, что... Или это вообще не сервера, что вообще... Какая причина этому... Этому сбою? Я не понимаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Обязательно ваш комментарий попадет в следующий ролик. И пишите топовые комментарии. Ведь они попадают в топ-комменты. По Brawl Stars. В мои видосики. Ну что ж, ребята. А с вами был я, Дэн Плей. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Вы поставили лайк. И также написали комментарии. Но все же, ребята, всем удачи. И всем пока-два.